Агрофирма Пластилин Всем привет дорогие телезрители, вы на канале Пластилин И сегодня я впервые за последние, наверное, два с половиной года выехал на дальние поиски металлолома на сельскую свалочку Все самое интересное по возможности буду вам показывать Как обычно наливайте чай, кофе, капучино, ставьте лайк этому видео, всем приятного просмотра, стартуем Кругом на всех полях растет вот такая кукуруза Как у Тома Круза повымахивала уже выше меня ростом Но ее здесь по-любому чем-то химическим подливают У меня дома она выросла только где-то на полметра Только начинает расти Но все равно употреблять ее пищу еще рановато Качанчики начинают только завязываться Маленькие вот такие До пункта назначения осталось где-то полкилометра Еду через поле И подбираю по дороге вот такой металлический хламец Дождями поразмывала дорогу И металлоломчик валяется просто на поверхности Помимо обычного железа даже попадаются какие-то вот кусочки то ли алюминия Но вот это точно алюминий Ну вот такой небольшой медный проводок Пойдет Раньше я здесь очень часто бывал, снимал видео Я думаю старые подписчики узнают эти места Вон там вот внизу поставил свой велик Для масштаба смотрите друзья какое гигантское растение Это так называемый борщевик сосновского Очень опасная штуковина От нее можно получить ожоги Похоже на укроп, только покрупнее Раз в сто Вот кто-то пытался с ним бороться А вот такой вот пенек остался Структура такая как у бамбука Пустотелая И как раз вон там за этим борщевиком Находится свалочка Но на нее наверное я сегодня не попаду Вон там уже вижу какие-то пакеты, мусор С одной стороны этот борщевик Со второй крапива Не долезу Оставляем мы это место На осень Самое интересное, что вот эта массивная штуковина Она летом растет, осенью засыхает И так каждый год По-нанову Зато здесь еда на каждом шагу Вот даже с велика не надо слазить Едешь и по дороге все обрываешь Вкусные ягоды Особенно в такую жару Сегодня у нас плюс 31 Правда ветерок продувать небольшой Короче говоря еду на следующую свалочку Их здесь несколько За время моего отсутствия Даже вот дерево засохло А я под ним еще даже О дождя прятался помню Под этим или под следующим Вроде бы под этим Все Засохло Кругом тишина Ни людей, ни машин Все позарастало бурьинами 2024 год На солнце просто невыносимо находиться Жара Залез в посадочку Здесь тоже Комары не дают покоя Вот такие алюминиевые баночки Вот это вообще Наверное Начало двухтысячных Древние Ну вот она Вторая сельская свалочка Совсем небольшая Но сюда хотя бы можно добраться Хотя тоже Целая куча крапивы И всякого Бурьина Пока что попадаются Алюминиевые баночки Вот такие Зарядки От мобильных телефонов Также валяется много одежды С такими вот Латунными змейками И Цинковыми Бегунками Но я забыл Сегодня взять с собой Ножичек Алюминиевых баночек Здесь очень много В селе их вообще Никто не собирает Кто помнит Я отсюда вывозил их Просто мешками Я сегодня приехал Немножко за другими Находочками Например За вот такими Друзья Похоже Алюминиевый казанок Старинный Да И почти целый Клеймо завода 2 литра Артикул 10.59 Цена 2 рубля 50 копеек Ну вот Сразу Килограмм Полтора Алюминия Типа пищевого Отлично Комары здесь Конечно Конкретно голодные В городе Они совсем не так Кусают Потянулся За вот этой штуковиной Запчасть от вентилятора Пустая Но заметил Вот Цифровик Никон Сервиз Типа целый Кому надо Пишите Отправлю бесплатно Вот такие Вазочки Кувшинчики Кружечки Все целое Непонятно Почему его выбросили Красота какая Можно и такой Металл собирать А потом складывать В него всякое Мелкое железо Но пока Наверное Брать не буду Далековато Далековато Все везти домой Обратно Похоже Фотоаппарат И тоже Никон Да Тоже Никон Вот такой Уже Чуть-чуть Разобранный Это постарше Будет Типа цифровика Это Это еще Наверное На пленке Работал Да Пленочный 90 Может быть 80 Недавно Смотрел видео Про то Как добывают Позолоту С вот таких Вот старых Кружек Тарелок В общем Вот это Реально Позолота Ее можно Собирать Золото Здесь есть Не особо Много Не так Как в радиодеталях Но есть Вот такие Еще здесь Были Находочки Ну Шнурок Какой-то От мобильного Телефона И Переноска В переноске У нас Есть Серебряные Контакты И Латунь Пойдет на Разборку Также вот Мешочек Нашел Нормальный Сейчас Буду туда Находочки Складывать Очень много Алюминиевых Баночек Но я их Наверное Сегодня Пока брать Не буду Заберу Лучше Вот эти Медные Кобеля Вот Вот Какие-то Обрезки Вот такое Количество Здесь Получается Один Алюминиевый Проводок А остальное Все Медное С детства Боюсь Вот этих Резиновых Кукол Какие-то Они Ну Очень Стремные А тем Временем Специалист По Колбасным Обрезкам Снова Взялся За свое Грязное Дело Под Прошлым Видео С поиском Хлама Посадки Многие Написали Зачем Ты Собираешь Такую Мелочевку Друзья Собираю Ее Для Того Чтобы Вот Этих Пленок Поменьше Валялось По лесам Посадкам Дома Все Перерабатываю Алюминий Отдельно Пленки Отжигаю Ну Как-то Так Решил Этот мешочек Найденный Немножко Простернуть Чтобы не Был Такой Грязный На улице Все равно Жара Он Высохнет За пару Минут Вот Практически Как новый Еще одно Поле По пути Но На этот раз Вместо кукурузы Зерно Ух ты Так его уже В принципе Можно Улетело Собирать По-моему Какое-то Старое Радио Да Советский Союз Вот За таким Хламом Я сюда И приехал В сборе Смотрю Смотрю На этот Приемник И думаю Какая-то Форма В нем Необычная Вижу Такое Впервые Потом Смотрю На вот Эту Картинку Какая-то Очень знакомая Церковь Да и пушки Знакомые А потом Читаю Здесь написано Чернигов Наверное 1300 лет Юбилей Города Называется Данко Или Данко Короче говоря Приемник С моего Города Какой-то Юбилейный Но Советский Вот Маркировочки Все Запрятал Я найденный Хламец Заберем Его на Обратной Дороге А пока Едем Дальше Людей На улице Пока Не вижу Но Дорогу Сделали Подлатали Можно Ездить Сейчас Снимем Журавлей Покажу Вам Вон Там На столбе Сидят Мама Папа Наверное И Два Маленьких Журавля Вот Проехал Метров 200 И обратно Журавли На столбе Эй Ты Что Там Забыл А ну Давай Слезай Рота Открыл Жарко Пить Наверное Хочет Сижу В центре Села Попиваю Пепси Колу Из-под Крана Люди Вообще Незнакомые Проходят Мимо Проезжают На великах И все Говорят Здрасте Непривычно В городе Такое Не наблюдается Вот Посреди Поля Так Растут Сейчас Попробуем Кислое Но В принципе Сведомные Вот Вот Центральная Свалочка В этом Селе Самая Крупная Но Здесь Хотя Бы Нет Борчевика И Крапивы Сейчас Глянем Что Здесь Я Уже Вижу Целую Кучу Разбитых Телеков Бумажки Картонки Стекло Кинескоп Банки Из-под Краски Вот Сразу Два Баяна Лежит Или Это Гармошки Вот В этих Регистрах Есть Алюминий Но Он Плохо Достается Вот Такие Свистульки Алюминий И Металлические Пластинки Такие Кстати На кончиках Вот этих Пластинок Вижу Латунь Вот Они Валяются В принципе Можно Набрать Почему бы Нет Потом Когда-то Зимой Все Перебирать Дома Или Жив Все это Дело Можно Просто Переплавить И Не Заморачиваться Алюминия Здесь Очень Много Заметил Вот Такой Шильдик И На нем Написано Вроде бы Горловская Фабрика Баянов Алюминиевый Провод Еще Заметил Вот Такую Штуковину Непонятную Но Здесь Есть Медная Катушка Все Вот так Вот Горело Непонятно Отчего Откуда Стремно У нас Сейчас Подбирать Такие Незнакомые Штуковины Какая-то Макулатура Школьной Тетради Ничего себе Классный Журнал Пятого А-класса Да Журнал С оценками Опа На А внизу Монетка Две Копейки Советский Союз 1990 Год Может Быть Здесь Еще Что-то Будет Какой-то Медальон Вроде Быть Цинковый Календарь Пластмассовый Электрочайник Внутри Вроде бы Латунный Тен Разбираем На месте Чайник Разобрал Но Вроде бы На латунь Не сильно Похоже Но Вот Здесь Точно Латуня Это Нужно Дома Проверять Валяется Велик Детский Трехколесный Здесь Рама Из железа Но Забирать Я его Не буду Сильно Габаритный Старый Стеклорез Цена 50 копеек И вот Какая-то Железка Торчит Это Вилы Поломанные Но Тяжелые Наверное Еще Кованые Около Килограмма Свинцовые Пластинки От аккумулятора Но и здесь Вообще Чуть Чуть Болт Вот такие Железки Это Это Уже Что-то Покрупнее Да Такая Железка Его Что-то Торчит Болтик Вот Вроде бы Обычные Болтики Гаечки А Килограмм Пять Такого Хлама Уже Насобирал За Пару Минут Немножко Медных Проводков Еще Вот такая Трубочка Попалась Зелененькая Может быть Латунь Это опять Какое-то Железо Железо Хватает Я всегда Стараюсь Рядышком С вот такими Свалочками Проверять И Вот такие Посадочки Частенько Здесь Делают Разные Схроны Поднял Вот этот Мешочек Отодвинул А под ним Лежат Вот такие Трубочки Похоже Медь Но Может быть И латунь Классно Грамм 400 500 Наверное Еще Вот такая Платка Попалась Здесь Прямо Под деревом Какая-то Самопальная Но Радиодетальки Здесь Необычные Особенно Вот эти Вот Бочоночки Это Явно Не Конденсаторы Друзья Кто знает Напишите Пожалуйста В комментариях Есть Здесь Какие-нибудь Драгметаллы Или нет Вот Это Вообще Раритетище Хрин Столовый С буряком Советский Союз Баночки Вообще Непонятно Как они Сохранились До наших Дней Солянка Овощная Сквашиной Капусты СССР Мин Пищепром Черниговский Обл Пищепром Вот такая Косыночка Политическая Юлия Тимошенко Все Едем домой Закончилась Вода В бутылке Полтора Литра Выпил Часика За три Но Перед этим Заедем Конечно же Заберем Мой Небольшой Схрон Сегодняшний В колодезе Здесь есть По дороге Но Не во всех Есть ведра Затарился Нормально Правда Вот этот Алюминиевый Чугунок Он Не помещается В мешок Придется Всю дорогу Держать Его В руках Друзья Все Успешно Доставлено На базу Вот такой Хламец Мне сегодня Удалось Раздобыть На Сельской Свалочке Алюминиевые Баночки Я практически Не собирал Их там Очень много И за ними Нужно Приезжать Отдельно Обычное Железо Ну Плюс Минус Где-то 7 Килограмм Болтики Гаечки Всякие Кусочки Железа Вилы Вот такие Кружочки Детали От всяких Там Подшипников Тоже Нормально Я там Вначале Говорил Что этот Казанок На 2 Литра Здесь Не 2 Здесь Конечно же 12 Литров В общем Пучок Алюминиевых Проводов Очень много Вот таких Запчастей От Баяна Но здесь Есть металлические Пластинки И вот такие Латунные Прямоугольники Все нужно Еще Разбирать Ну и целый Пакет Конечно же Всяких Колбасных Обрезок По весу Весит Этот чугунок Вместе с Вот такой Начинкой Килограмма 4 Но после Разборки Обжига Я думаю Килограмма 3,5 Алюминия У нас Должно Получиться Радио Вот такое Юбилейная Переноска Вот эта Трубка Оказалась Латунная Ну вот такая Всякая мелочевка Чайники Зарядки Вот это По-моему Какая-то Контактная Группа Нужно Проверять Фотоаппараты Никон Один старый Один новый Одна монетка Вот такой Какой-то Брелочек Проводки Это все Медные Проводки И здесь Много По весу Около Полукилограмма Это Трубки Медные Протер Красный Цвет Тоже Грамм Четыреста Наверное Ну и вот Такие Платки Никон Ван Тач Даже Объектив Закрывается В общем Пленочный Фотоаппарат Из 90-х Зачастую Подобные Фотики Мыльницы Они вообще Невесомые И практически Пустые Внутри Но этот Такой Тяжеленький Скорее всего Что-то в нем Интересное Должно быть Вот Радиодетальки Вижу Всякие Моторчик Здесь должен быть Еще Кондер Телепается Вот такой Раритет Ну а этот Никон Колпикс Это уже Можно сказать Современный Цифровик Семикратный Зум 21 Мегапикселя Состояние Ужасное Но целенький Внутри По-любому Будет платка С чипами Пойдет На разбор Ну а Что касается Вот этих Алюминиевых Зажимов От колбасы Их сегодня Явно Поменьше Но все равно Я думаю Штук 60 Или 70 Должно быть Тоже Как-никак Алюминий Это цинк Как обычно Спасибо Друзья Всем За то Что смотрите Ставьте лайки Комментируйте Встретимся В следующем Видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому